Добрый день! И в отличие от расстояния физического, расстояние между командами в турнирной таблице просто невероятное. В любом случае Владимирская торпеда финиширует ниже Дзержинского химика по итогам первого этапа сезона. Был рикошет, да, именно он и был, угловой был назначен, момент, опасный удар! И здесь чудом каким-то мяч ворота торпедовцев не попадает. Это заявка на главный момент тайма. Вот, собственно говоря, момент такой многосоставной был у гостей. Дзержинцы атакуют поактивнее, но при этом насчет того, что опаснее, я, честно говоря, не уверен. Подача, момент опасный! Нет, все-таки только я сказал о не самых опасных атаках химика, как Игорь Беляков мог замыкать передачу Дмитрия Миренчукова. Штрафной химик будет исполнять заброс от Котельникова вверх. Здесь остается за химиком, и момент какой! Ковешников, вынося мяч, попал в игрока химика. Тот отскакивал куда-то в сторону ворот. На счастье, Владимирцев, он перелетел перекладин. Широков центра дает, классная передача. Сутугин, удар в дальний угол! Момент. Иван Сутугин в дальний угол бьет. Ну да, тут чуть-чуть, как чуть-чуть? Наверное, буквально доли секунды не хватило Миренчукову. Химик в атаке. Такая мхатовская пауза. Ну, на самом деле, непонятно. Было там один Дмитрий Миренчуков штрафной. А вот уже Сутугин подошел. Момент. Опасный и гол! 1-0! Химик выходит вперед. Ну, вот так готовили, готовили футболисты из Дзержинска эту подачу. И посмотрите, какова красота. Игорь Беляков в падении забивает. Шикарный гол рыбкой. Ну, по такой погоде только рыбки, конечно, из ниоткуда. Внезапно буквально десятый номер Химика появился. И вонзил мяч в ворота Артема Ковешникова. 1-0. Химик выходит вперед. Жаров. Нет, все-таки продолжает движение вперед. Убирает на замахе соперника. Жаров подключает партнера. А подача у Сатарова. Нет, тут тоже на замахе прокатывает буквально соперника. Под левую убрал. Подавать не стал. А вот момент для удара и мяч в воротах. 1-1. Сравнивает счет Владимирская торпеда. Да, вот это, конечно, атака. Ну, атака веером, так сказать. Справа налево она шла. И в итоге пришла к Ярославу Краснову. Если я ничего не путаю, именно он с левой ноги пальнул так пальнул. Все указания розданы. Подача Котельникова опасна. Где мяч? Опустить на землю. Он нужен. Момент и гол! Химик вырывает победу. Вот это да! Вышедший на замену 17-й номер Никита Абрамушкин. Что творится? Поборолся Абрамушкин. Искал, искал мяч. Развернулся, пробил. Вот, господа, фактор газона, фактор дождя, фактор мокрого мяча. Все здесь сошлось воедино. Ну, плюс еще вот в эту лужу, фактически, которую там вытоптал Артем Ковешников. Мяч попал. Несчастье для вратаря Торпеда, счастье для Химика. И с этой победой Дзержинцев можно только поздравить. 2-1 гости вырывают победу в фантастическом матче, крайне напряженном. И, ну, как-то так он и должен был закончиться. Я имею в виду развязка. Продолжение следует.